Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. То есть готовлю покупки и именно к получению прибыли от приобретения недвижимости в Испании. И у нас тема сегодняшнего видео. Наш новый проект «Квартирный вопрос» или «Давай пожелись». Ну это такое пока рабочее название, но походу оно очень сильно подходит к нашему проекту. Итак, у нас третье свидание. Третье свидание. Я, конечно, хочу проводить параллель между мужчинами и квартирами, но сейчас такой краткий обзор о том, что это было основное. Всем привет! С вами Оксана Майкова. И у нас третье свидание. Давайте посмотрим, как это получится. То есть проходить оно будет у нас вот здесь, на этом мосту. Не знаю, ну на этом мосту, вернее, встреча. Ай-яй, хорошо, когда выглядишь хорошо. То есть, может быть, мы будем по этому катать. Заодно посмотрим, как это все. Так, что там? Никого нет на мосту. Это фон Хирола. Ой, я не взяла карточку скидышную на завтрак. Красава, жалость. Ну ладно, посмотрим, как это все пройдет. Еще пока ничего не известно. Всегда предвкушение – это интересно. Не всегда интересен результат. Надо позитивно настроиться, да? Давай, Оксана, позитивно настройся. А то как-то это все очень грустно получается. Мужчина-испанец. Интересный, да? Такой интересный, веселый, бывший военный. Такой спортивный, да? Служил, проходил военные действия для испанцев. Это редкость. Но вот есть такая, знаете, ну, то есть он создает впечатление надежности. Надежности от чего? От того, что свободен, раскрепощен, в себе уверен. Да, и это очень важно для мужчин, это очень важно для, вообще, для отношений. Но есть такое «но». То есть я уже говорила, не знаю, не помню, что встречаться я начала за завтраками. То есть я выбрала такую форму встреч, полуделовой встреч – это завтрак. То есть завтрак. Что завтрак? Завтрак нас не обязывает, да, одевать все вечернее. То есть макияж, опять же. То есть завтрак, он дает больше такое представление о естественности. И о нашей женской естественности, и о мужской. Естественно, я готовилась, готовлюсь. Естественно, ну, как-то. Но это не так, как вечером. В этом есть свои плюсы. И, опять же, завтрак – это такое мероприятие, которое можно всегда прекратить. То есть ужин может затянуться, ужин предполагает там наличие алкоголя, завтрак полностью это исключает, даже если есть какой-то определенный соблазн или вас очень сильно уговаривают. То есть это то, что касается вообще свиданий, но не конкретно третьего. Так вот, по третьему свиданию скажу такую вещь. То есть мы позавтракали, мы даже сходили на пляж. Это такая интимная, такая вообще штука. Но с этим мужчиной можно было. И договорились на конец недели встретиться уже как бы по ушам, по взрослому. Ну, по ушам, да, вечером встретиться. Что вы думаете? За всю эту неделю я получила, не знаю сколько, наверное, штук 50 картинок сексуального характера. Именно картинок, именно с ха-ха, хи-хи. Именно вот и зайчики, и кошечки, и люди, и во всех позах, и массаже. Ой, ребят, я даже передать не могу. То есть к пятнице, допустим, мы вам встретились в понедельник, к пятнице у меня было полное ощущение, что у нас с этим мужчиной уже было все. То есть у меня было такое ощущение, что, во-первых, мне совершенно понятно... Нет, непонятно. Нет, мне совершенно непонятно, я не хочу в это верить. И говорить это слово, да, то есть я понимаю прекрасно, что... Это я все про секс пытаюсь как-то сформулировать, но не получается. В общем, вопрос, зачем он это делает? Я, конечно, ему написала, что почему ты мне шлешь такие фотографии, что это значит. Он написал, это шутка, мы свободные взрослые люди, подумаешь. Ну, ты спроси у меня, я вообще эти шутки такие понимаю, или оно мне надо, или, может быть, нам 16 лет. Я тоже пыталась ему написать, что мы не маленькие ребятишки, детки какие-то, то есть которым это так вот весело. Вот что это? Мужчине 48 лет. 48? Кто-то может не ответить, я вам предполагаю, что ответят девочки, женщины, которые живут в Испании. И я бы сама прокомментировала, как, ну, они такие, ну, вот они такие, вот такие, нет? Вообще, по наблюдениям, да, чем больше человек говорит о сексе, тем больше у него в этом проблем. Ну, есть такое, будет такое мнение. И вы знаете, как-то проверять тоже особо уже не хочется, слишком много, ну, слишком много картинок. Ладно, в пятницу мы не встретились. И следующую неделю, следующую, а, да, в пятницу, знаете, как получится, если всю неделю он мне писал, там, звонил, тогда-да, в пятницу пропал. В пятницу, ну, там, привет-привет, и все. Ну, я жду, как мы подтверждением, встретимся или не встретимся. Ну, подтверждения не было, но я как, ну, я не знаю, может быть, это глупость, но я не стала, знаете, как, направо. Тем более, после этих картинок, ну, знаешь, если подпридешь, уже тебе скажут, ну, я ж тебе все объяснил, потому что ты совсем глупая. Я не стала, и пятница у нас прошла. То есть в понедельник мы опять, он опять возобновил переписку, я спросила, а что мы в пятницу не встретились? Он говорит, ну, ты же, ну, то есть вы понимаете, да, такой вот, всю неделю такой накал-накал-накал, к пятнице такая вот какая-то тишина. То ли испугался, то ли еще что-то. Ну, я не была, я не грублю, не учу никому. Мне просто интересно, ну, опять же, в цели проекта до конца понять, что там в этой голове вообще творится. Во-первых, мужской, во-вторых, ну, вообще, да, мужской. Ну, и вот эту неделю опять у нас идет полная атака. Атака вот этих всяких картинок, всего остального, но мы уже не говорим о повторном свидании. То есть там было такое, что когда ты захочешь, когда ты будешь готова, ты мне позвони, к чему готова я должна быть. Ну, то есть зачем мне это нужно? Ну, о сексе, вообще о сексуальной теме мы будем говорить. Я сделаю об этом отдельную тему, потому что это целая история. Эта история, потому что я же продолжаю переписываться с людьми, я продолжаю с ними разговаривать, выяснять, больше копать, даже пускай по телефону, чтобы не тратить время на встречи. Но это будет отдельная тема. Ну, вот с третьим свиданием пока вот так. Свидание было, мужчина мне понравился, я вполне готова была ко второй встрече, если бы вот не такой косяк. Мой это косяк, возможно, я чего-то не понимаю. Его это косяк, вот вы, пожалуйста, напишите под видео, что могло бы это значить, то есть что вы думаете. То есть, опять же, пожалуйста, не пишите жестко, что вот они там забоченные, сексуальные маньяки. Нет, это не так. Давайте попробуем порассуждать больше, более глубоко. От чего это идет? Может быть, это правда неуверенность, но тогда... Ну, в общем-ка, я вот ставлю знак вопроса. Буду очень благодарна за ваши отзывы, за ваши комментарии. Какая квартира под этого мужчину подходит, это будет отдельное видео, я прям так и скажу. Это квартира, наверное, под третьего претендента. Пока у меня ее в обзоре еще нет, то есть даже в голове я пока не встретила. Ну, и вообще очень сложно, потому что мужчина мне правда понравился, ну, серьезно понравился. Но, блин, вот эти вот его действия вообще непонятные, а от того, чего я не понимаю, я предпочитаю избегать. Поэтому, пожалуйста, напишите мужчинам, женщинам, девушкам под видео, что вы думаете по этому поводу, что это могло быть. Возможно, мужчина, вам будет это больше, легче сделать, может быть, вы больше понимаете. То есть, опять же, в таком влайтовом режиме. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.